На площадке у нового блока 25-й гимназии настоящий ажиотаж. Ученики выпускных классов сопровождают тех, кто только ступает на порог школы. Для этих первоклассик 1 сентября – настоящий праздник. И не только потому, что начинается новый взрослый этап жизни. Дети начнут обучение в современном и комфортном здании. Новоиспечённые школьники открыты для новых знакомств. А вот для родителей этот день особенно волнительный. Вы знаете, я готовилась больше, по-моему. И для меня это намного волнительнее, чем для моего ребёнка. Она даже не переживает, она там и стоит позади. Они пока что ещё маленькие, они не понимают, что это такое. А вот для родителей это как вот отрываешь от сердца. Созданы все условия для комфортного обучения и в школах с историей. Восьмая и девятая к новому учебному году были капитально отремонтированы. Они ничуть не уступают по оснащению возведённым зданиям. 1 сентября дети даже не узнали свои, ставшие родными за годы, учебные заведения. Девятиклассник Никита Цепеневич уже сейчас начинает готовиться к важным экзаменам. А ещё очень ждёт, чтобы увидеть, как преобразилась школа. Ещё внутренне заходили. Сейчас ждём, будем входить. Будет классный час у нас. У меня сейчас будут очень важные экзамены и придётся подготавливаться к важным урокам. В свои двери в этот день распахнула и совершенно новая, современная и такая долгожданная школа в микрорайоне Лесном Иркутска. Здесь учебного заведения никогда не было. Родителям приходилось водить детей в другие учреждения, что доставляло неудобства. Но это позади. Школа номер 33 принимает учеников. Для них созданы все условия для качественного обучения. Учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники. Спортивный, хореографический и актовые залы, собственный бассейн, а на территории большое футбольное поле. Особенность этой школы в том, что, во-первых, здесь очень много используется цифровых технологий. На данный момент уже свыше 500 учеников. И это получается, есть уже три первых класса, три вторых. Ну и дальше там третий, четвёртый, пятый и так далее. Самое главное, это чтобы детям было комфортно и чтобы дети уже могли выйти за стены школы, выпустившись из этой школы, чтобы им было комфортно в дальнейшей своей жизни. Кстати, все эти объекты сдали раньше намеченного срока и при этом не в ущерб качеству. Поэтому они смогли принять детей уже в новом учебном году. 1 сентября педагогов и учеников поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Вручил ключи от образовательных учреждений хозяевам, директорам школ и произнёс слова на путствие. Кроме того, Дмитрий Бердников рассказал, в нашем городе сложилась хорошая традиция на протяжении трёх лет открывать новые учебные заведения в День знаний. Мы к 1 сентября стараемся открывать новые учебные заведения, новые блоки, капитально отремонтированные школы, спортивные блоки. И действительно мы можем напитать нашу инфраструктуру и систему образования таким образом, чтобы перевести всё-таки наших детей на односменную систему образования. И самое главное, мы должны создавать современные комфортные условия для обучения. Ещё впереди, конечно, огромная работа предстоит. 1 сентября торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, прошли во всех школах Иркутска. В этом году в нашем городе за парты сели больше 9,5 тысяч первоклассников. Мадина Халикова, Павел Рютин. Новости сейчас.